Бойко Антон, я являюсь Microsoft Azure MVP. Я думаю, что вы знаете, что такое MVP, хотя моя любимая шутка, что MVP это Model View Presenter. В принципе, так оно и есть. Но, тем не менее, о чем я хочу сегодня с вами поговорить. Я хочу поговорить о том, как мы можем быстро разрабатывать мобильное приложение с бэкэндом в облаке. Уже у нас порядка 7 часов вечера. Я так понимаю, все мы немножко устали. Давайте, как говорится, немножко сделаем зарядку и поподнимаем руки. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто так или иначе занимается мобильной разработкой. Только выше, а то я сегодня устал и плохо вижу. Да, чуть-чуть. Отлично. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто занимается серверной разработкой. То есть бэкэнд, какие-то веб-сервисы и так дальше. О, отлично. К сожалению, большинство господ я, наверное, буду вынужден немножко расстроить своим докладом. Потому что Microsoft как раз сделал что? Он изобрел велосипед, который решает задачу именно обеспечения связи между разными мобильными устройствами через облако. То есть уже нет необходимости писать свой бэкэнд. Microsoft написал бэкэнд за нас. Насколько это хорошо или плохо, насколько это можно использовать в реальных проектах, сейчас попытаемся, собственно, разобраться. Итак, что такое мобайл-сервисы? Из чего они состоят, эти мобайл-сервисы? Первое, это storage. Это хранилище. Как вы видите на иконке, это, собственно, SQL база данных, где мы можем сохранять наши данные. Супер, отлично. Дальше, это аутентификация. Тоже, в принципе, хорошо. Аутентификация. Здесь ничего нового не стали изобретать. Просто предоставили ряд стандартных уже предварительно сконфигурированных коннекторов для Facebook, Google, Twitter и так дальше. Вот для этих всех наших любимых провайдеров. Дальше. Это логика. База данных, это хорошо, но иногда бывает, что мне надо даже какую-то простую логику сделать на стороне сервера. Ну, например, там какую-то банальную валидацию по моим бизнес-правилам или что-то похожее. Дальше. Это пушки. Ну, конечно, люди, которые занимаются мобильной разработкой, знают, что такое пушки, зачем они нужны. И, что мне тоже очень нравится, это планировщик. То есть, вот это основной набор тех сервисов, которые у нас есть внутри Azure Mobile Services. Идем дальше. Первое, о чем хочу поговорить, это структурированное хранилище. Значит, структурированное хранилище, как мы уже говорили, под ногами у него SQL база данных. Если быть точным, под ногами у него то, что раньше называлось SQL Azure база данных. Вот, это, можно сказать, MS SQL сервер в облаке, за исключением некоторых очень маленьких деталей. Соответственно, поддерживается очень богатый функционал запросов, что очень хорошо. Поддерживается такое понятие, как динамическая схема. Я не знаю почему, но часто это является таким важным фактором, когда человек, который занимается, например, мобильной разработкой, он не хочет много думать о том, какие колонки, какие поля ему нужно создать в базе. Например, ему нужно создать быстрый прототип. Используя вот эту динамическую схему, я могу не заботиться о том, чтобы руками менять схему базы данных. Я просто записываю какую-то запись в таблицу. Если там есть поля в этой записи, для которых нету соответствующих колонок, они просто будут созданы. Удобно, быстро, просто. И, конечно, этой базой данных мы можем управлять через Azure портал, через веселый такой портал, который все еще есть, хоть и написан на Silverlight, тоже в рамках Azure, через известную нам SQL Management Studio, если хотим. Почему бы и нет, у нас есть Connection String, подключились, работаем. Через REST API, через утилиты командной строки, через утилиты SQL. Давайте немножко посмотрим на REST API, как он выглядит. Я всегда говорю, что название Mobile Services, оно не очень хорошее. Но Microsoft в этом плане любит давать своим сервисам такие названия, которые потом людям, таким как я, которые работают консультантами, дают возможность выставлять клиенту хорошие большие счета. Например, объяснить, почему сервис Visual Studio Online не имеет ничего общего с Visual Studio, в которой мы работаем. Точно так же и здесь. Когда мы говорим Mobile Services, это не означает, что мы можем работать только с мобильных устройств. На самом деле, если вот чуть-чуть отойти и посмотреть издалека, то Mobile Services, это скорее Data Services. То есть это REST API для наших CRUD операций на базу данных. Поскольку это REST API, то я могу работать с этим сервисом с любого устройства, которое умеет работать по HTTP протоколу. У меня есть ряд примеров, я могу потом отдельно рассказать. Ряд приложений, которые мы делали на базе этого сервиса, в том числе, которые работали на .NET микрофреймворке, на микроконтроллерах, на платах вида Arduino и так дальше. Почему бы и нет? Могу отправить HTTP запрос? Могу. Все, значит, могу работать с этим. Итак, наши стандартные create, read, update, delete операции мапятся на соответствующие HTTP методы post, get, patch, delete. У нас есть вот такой URL, то есть myService, это имя нашего сервиса. Дальше стандартный домен azuremobile.net. Дальше tables, там где звездочка, там, собственно, имя таблицы. Например, to-do-item, 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 to-do-item. И вот следующим образом у нас происходит, собственно, работа с этими сервисами. То есть даже на случай, если под нашу любимую платформу нету готового SDK, а готовый SDK там есть почти под все, что угодно. Там есть под JavaScript, под .NET, под Android, под iOS, соответственно, под PhoneGap, под Xamarin. Вся эта красота, все это работает, ну, то есть есть практически на все случаи жизни. То мы можем работать вот банально с REST API. Почему бы и нет. Идем дальше? Или нет? А, идем. Значит, немножко про то, как JSON, который, собственно, представляет из себя запись, мапятся на SQL типы. Все цифровые значения мапятся на float. Это плохо. Знаете почему? Кто знает, чем отличаются числа с фиксированной точкой и числа с плавающей точкой? Никто не знает. А, ну, похоже, кто-то знает. Не, ну, мало ли, просто, я боюсь, может, вы на меня обижаетесь, что я делаю доклад на русском языке. Может, вы просто уснули, как-то надо вас взбодрить, потому что, ну, вопрос пошел и тишина. Я уже даже почти испугался, если честно. Вот. Буревские значения бит, дейтайм, дейтайм, стринг, энвар, чар, макс. Да? Потому что число с плавающей точкой. Потому что, с одной стороны, оно занимает меньше места. С другой стороны, если я захочу делать какие-то математические расчеты, которые будут требовать точности от меня, фиксированной. Например, если это интернет-магазин, и мне нужно посчитать цену товара с учетом скидки, да, то в некоторых ситуациях флот может выкинуть мне интересный фортель, потому что там нормализация происходит хитрым образом. В числах с фиксированной точкой такого понятия, как нормализации, нет. Можете вот попытаться написать такое маленькое приложение и посмотрите на результат. Возьмите число 0,1 и прибавьте его самого к себе 10 раз. В первом случае сделайте это число типа децимал с фиксированной точкой. Во втором случае сделайте число флот с плавающей точкой. Децимал в итоге даст вам единицу. Флот даст вам 0,9 в периоде. Потому что там в числах с плавающей точкой по-хитрому происходит нормализация. Да, то есть если вдруг пишете там, не дай бог, какой-то интернет-магазин, ни в коем случае не используйте флот для цены товара. Потому что, собственно, получите вот такой результат где-то больше, где-то меньше, да. То есть наш алгоритм работает быстро, но с погрешностью, да. Ну да, может в какой-то момент так исторически сложилось, что программисты этого не знали, а маркетологи сделали из этого фишку. Когда они увидели, что мы хотели продавать товар за 10 гривен, да. Но почему-то, блин, все цены у нас 9,99, блин, капец. А ладно, давайте скажем, что это акция, да. Ну, почему бы и нет. Это на самом деле очень правильный подход, из бага сделать фичу. Вот. Едем дальше. У нас есть ряд колонок в этих таблицах, которые уже автосгенерированы за нас. ID, который у нас является GUID, это хорошо. Потому что это означает, что мы можем его генерировать на мобильном устройстве, на стороне API, либо же в самой базе данных. В случае с автоинкрементом это было бы чуточку сложнее. Особенно на мобильном устройстве. У нас есть created, updated, это понятно. И у нас есть поле version, которое является таймстэмпом. Это автоинкрементный таймстэмп. То есть каждый раз, когда какая-то запись добавляется или меняется, ну, когда добавляется, это поле просто инициализируется текущим таймстэмпом. Когда меняется, после обновления, это поле опять же обновляется и содержит новый таймстэмп. Зачем нам это надо? У кого есть идеи? Окей. Спасибо, капитан. Ну, ладно, я хотел поговорить, но вы догадались и без меня. Значит, про concurrency. Почему это важно в случае concurrency? Когда мы пытаемся заапдейтить одну запись сразу с сотни устройств, нам нужно это как-то разруливать. В данном случае мы будем это разруливать при помощи поля version. Мы будем эту запись, когда апдейтить, мы ее будем искать не просто по первичному ключу ID, мы будем ее искать также по полю version. Соответственно, первая транзакция заапдейтить запись, потом version будет автоинкрементирована, все последующие транзакции отвалятся. Точно так же version нам помогает в случае оффлайна. Если мы хотим закешировать часть данных на устройство, а потом, допустим, в Киеве стандартная ситуация, зашел я в метро, кто-то мог вам говорить там разные злые языки, что в Киеве в метро есть интернет. Ну, поверьте коренному киевлянину, в Киеве интернет не всегда есть в чисто поле, не говоря уже о том, что в метро. Я зашел в метро, телефон ушел в онлайн, мне там, допустим, накидали каких-то сообщений в чат, я появился в онлайне, мне нужно как-то синхронизировать данные. Самый простой способ, как я могу это сделать, я у себя локально на телефоне считаю, говорю, у меня последняя версия, которая есть на телефоне, например, 1248. И говорю серверу, верни мне, пожалуйста, все записи, у которых версия больше моей. Соответственно, я получу только новые записи. В том числе я получу старые записи, которые были заапдейчены. То есть это все уже готово, работает прямо из коробки. Ничего делать не надо. По сути, да. Вот, ну, ну да, да, да. То есть created.add и updated.add это поля, у которых тип date, time, а version это именно timestamp, он именно автоинкрементный. То есть он контролируется полностью базой данных. Если updated.add и created.add я еще могу там как-то подмухлевать, то там уже без вариантов. Дальше. Backend. JavaScript и .NET. Внимание, вопрос к знатокам. Ну, я так понимаю, что в основном аудитория .NET, правильно? Да. Используется, как вы думаете, что? Почти ASP.NET Web API. Ну, в принципе, Chopin, Mozart, да, как бы одинаково. В случае JavaScript, на самом деле, видим JavaScript, читаем Node.js. Есть кто-то, кто знает, что такое Node.js? О, отлично. Express Framework знаете? Вот он там сидит. Поэтому у вас есть возможность выбора, как вы хотите писать ваш backend. Либо же на .NET, основываясь на Web API, либо же на Node.js, основываясь на фреймворке Express. Хоть я и являюсь Microsoft MVP, .NET разработчиком и так дальше, все равно я предпочитаю использовать Node.js. По ряду причин, на самом деле. Основная причина в том, что на Node.js этот сервис позволяет создавать приложение намного быстрее. Почему? Потому что Node.js сам по себе, вот, фреймворк Express, он намного проще, чем .NET Web API. У него, казалось бы, может быть меньше возможностей, но за счет этого он позволяет намного быстрее создавать приложение. Итак, что у нас есть? Как мы уже говорили, Node.js, у нас есть .NET Web API, который мы можем разрабатывать в Visual Studio. Мы, как я уже говорил, работаем в контексте CRUD request. У нас есть полностью возможность кастомизировать логику работы на сервере. То есть, у нас идея какая? Вот опять же, как тот же Web API, вы словили request от клиента. По умолчанию этот request вот именно просто берет и перенаправляет дальше этот поток в базу. То есть, вы словили, например, insert. Вот он берет молча и отправил его в базу, и все. А допустим, вам нужно в этом insert что-то там дописать, допилить, возможно, добавить ID-шник пользователя. Причем вы хотите, чтобы не пользователь сам его добавлял, а вы хотите сначала проверить аутентификацию пользователя и какой-то ID-шник от сервера аутентификации уже вставить, как одна из колонок в таблицу. Это все можно делать, это все можно кастомизировать. Кроме того, по умолчанию используется, как я уже говорил, SQL база данных. Но в принципе, если у вас есть желание использовать там MongoDB, Azure Table Storage или еще что-то, вы можете это тоже сделать. Иногда это будет тяжелее, иногда это будет проще, но тем не менее, возможность есть. Дальше, нод-модули, которые уже там есть, ну, это мы, наверное, пропустим. Дальше, Custom API. Я говорил, что у нас есть крут-операции на таблице, но крут-операции на таблице не всегда дают то, что мне надо. Допустим, мне нужно уведомить других пользователей о том, что что-то случилось. Раньше это решалось как? Если я хотел отправить с сервера пушки там на 100 своих друзей. Раньше решалось как? Создавалась фейковая таблица, в нее делался какой-то инсерт, этот инсерт перехватывался, в базу данных он не отправлялся, а вместо этого вызывался сервис push-notification и отправлялись пушки. То есть, технически оно работало, но это был костыль. Сейчас есть возможность создавать просто Custom API, который может ловить просто любые запросы, которые не связаны с крут-операциями на базу данных, и делать все, что вам захочется. Собственно, вот. Дальше, файл Storage. Если вдруг у кого-то из вас когда-то были мысли хранить бинарные файлы в релационной базе данных, и вы их еще не подавили, подавляйте. И чем быстрее вы их подавите, тем лучше будет. Значит, здесь, как мы уже говорили, у нас за мобильными сервисами стоит SQL-база данных, но тем не менее, часто бывает, что нам нужно сохранять и какие-то бинарные файлы. Ну, там, банальный пример. Я на Facebook или в Twitter хочу запостить фотографию с какими-то комментариями. И эту фотографию, конечно же, лучше было бы положить в отдельный специализированный файл Storage. В Azure есть такая служба. Она называется, собственно, Azure Blob Storage. И работа с ней предполагается немножко хитрым образом. Поскольку все сервисы, которые находятся в Azure, так или иначе смотрят наружу через REST API, это относится и к Blob Storage. То есть, у Blob Storage есть API, который позволяет мне напрямую в Storage загружать мои бинарные файлы. Это круто, потому что я не буду грузить лишним трафиком свой Web API. То есть, мне не нужно картинку сначала грузить на Web API, а Web API потом будет ее брать и перекладывать в Storage. Я могу делать как? Я отправляю запрос на Web API и говорю, сгенерируй мне, пожалуйста, временную Shared Access сигнатуру, которая мне даст, допустим, на 5 или 10 минут права на запись на какой-то один файл. Мне Web API возвращает сигнатуру на устройство. После этого я могу с устройства напрямую в этот Blob Storage заливать свою фотографию или же что-то еще. Супер, отлично. И да, Blob Storage стоит меньше. Когда написано меньше, это реально меньше. Потому что в среднем цена Blob Storage на 2 порядка ниже, чем реляционной базы данных. То есть, то, где вы заплатите 5 долларов за реляционную базу данных, за Blob Storage вы заплатите 5 центов. Прикольно? Можно вообще от базы отказаться. Раз уж пошла такая пьянка и мы начали экономить. Отлично. Push Notification. Push Notification. Я не хочу сильно на этом останавливаться. Почему? Потому что Push Notification работают по стандартному принципу. Вы регистрируете то, что называется Channel ID. Грубо говоря, это ID устройство, которое вы получаете от Push Notification сервера, конкретного провайдера. Это может быть гугловый провайдер, Apple провайдер, Microsoft провайдер. В зависимости от того, на какой телефон вы хотите Push отправлять. И потом вы опять же получили этот ID и на этот ID вы отправляете Notification. Вроде бы все хорошо. То есть, работает как и раньше. Уже в рамках Azure Mobile сервисов есть готовые SDK для работы со всеми тремя этими провайдерами. Для Винды, для Гугла, для iOS. Но, это неудобно. Это неудобно в случае, если вам нужно отправлять, как говорится, газиллион Push Notification в секунду. Почему это неудобно? Потому что каждый провайдер вносит какой-то свой креатив. Один ожидает от вас Push Notification в XML формате. Другой ожидает от вас JSON. Третий ожидает от вас еще только одному ему ведомое что. Для того, чтобы облегчить задачу пользователю и позволить как-то отправлять Push Notification комфортно, большому количеству народа, есть отдельный сервис, который называется Notification Hub. В чем основные его две, то, что называется Killing Features. Первое. Я могу делать то, что называется шаблоны для трансформации. Я определяю какой-то свой формат сообщения. И я определяю, как это сообщение будет транслироваться в гугловую пушку, отдельно в эппловскую пушку, отдельно в майкрософтовскую пушку. Когда мне нужно что-то отправить, я одно сообщение даю Notification Hub, и дальше всю магию он делает за меня. Независимо от того, на какое устройство нужно отправить. Это первое. Второе. Это теги. Я могу помечать устройство тегами, и потом я могу отправлять Notification на тег. То есть я не храню у себя вот такие бесконечные списки, например, что вот этим потом ForEach, миллион пользователей, типа понеслась, типа сюда-сюда-сюда, другой какой-то тег. Опять ForEach, опять понеслась, понеслась. Я определяю теги. Я в Notification Hub в этот тег сам накидываю айдишники устройств. После чего я ему настроил шаблон, настроил тег. Отдаю одно сообщение, говорю, вот те сообщения на этот тег, приступай. И все. Я потратил некоторое время на настройку, потом я ровно одной командой могу отправить Push Notification на миллионы, миллиарды устройств. Также, возможно, если вы не впечатлитесь с идеей самих мобайл-сервисов, но вам понравился Notification Hub, Notification Hub это по-хорошему отдельно стоящий сервис. Вы его можете использовать и без мобайл-сервисов, если вам это надо. Почему бы и нет? Опять же, вся работа с ним, так или иначе, даже когда вы используете SDK, вся работа с ним все равно происходит через REST API. Поэтому можно его использовать откуда угодно. Авторизация и аутентификация. Но здесь я тоже вам Америку не открою. Единственное, что хочу сказать, что для каждого HTTP метода на каждую таблицу или же каждый API есть возможность настроить доступ на следующих четырех уровнях. Ну, everyone понятно, да? То есть, все имеют полный доступ. Дальше. Нужен Application ключ. Application ключ это небольшой ключик, который генерится на стороне приложения. Основная его цель просто в том, чтобы как-то хоть чуть-чуть сделать такую первоначальную фильтрацию. Допустим, к вам ломятся просто какие-то левые люди, или к вам ломятся люди, которые хотя бы не поленились и скачали ваше приложение из маркета. Атрефакты, говорю, отреверс инжинирили его, достали Application ключик и теперь ломятся снова. Дальше. Аутентифицированные пользователи. Это те пользователи, которые прошли проверку аутентификации на одном из вот этих преконфигурированных провайдерах. Там Facebook, Google, Twitter и бла-бла-бла. И последний. Админы и другие скрипты. Для этого у нас есть отдельно мастер-ключ, который дает нам максимально возможное право доступа. Его, конечно, нужно держать в секрете. Во всех плохих ситуациях получите 401 ошибку. А на вторая. В принципе, довольно стандартно. Да, UserAusFlow, я думаю, мы пропустим. Кстати, что? Здрасте. Тут, на самом деле, вопрос хороший. Я бы сказал и да, и нет. Значит, почему и да, и нет? Как вы думаете, что это за ад? Ну, нет, смотрите. Значит, варианты есть какие. Первое. Четыре стандартных провайдера. Google, Facebook, Twitter, LiveID. Значит, дальше. ААД – это Azure Active Directory. Здесь маркетологи опять позаботились о том, чтобы у меня всегда была работа. Поэтому, Azure Active Directory не имеет никакого отношения к Windows Server Active Directory. Они могут работать в связке, но по-хорошему это два абсолютно разных сервиса. Azure Active Directory можно подключить к другим провайдерам аутентификации. Соответственно, таким образом получается, человек логинится вроде как на ВКонтакте, токен от ВКонтакте передается в Azure Active Directory, и ваш мобильный сервис думает, что человек пришел от Azure Active Directory. Да, я сам понимаю, что звучит это так, скажем, говорят фильм «До дебилов», а мне понравился. Вот. Но есть и еще один вариант. Вы можете реализовать свой провайдер аутентификации. Все, что он должен уметь делать, он должен уметь выписывать JVT токены, и потом, собственно, их валидировать. Вот и все. Но его можно сделать и для Node.js, и для .NET Backend. Ну, это как бы картинка, я думаю, вам всем понятно. То есть, пользователь отправляет свой логин и пароль не вам в мобайл-сервисы, а он их отправляет, конечно же, на страницу аутентификации соответствующего провайдера. Если там все хорошо, вам прилетает токен аутентификации, при помощи которого вы уже можете аутентифицировать этого пользователя. Дальше. Есть такой серверный объект «Пользователь», который позволяет нам получить о пользователе, который совершает текущий запрос, следующую информацию. У него есть три уровня доступа. Это может быть админ, это может быть кто-то, кто прошел переверок аутентификации, или аноним. Пользователь, который идет просто имея application-ключ, считается анонимом. То есть, до тех пор, пока он не прошел переверка аутентификации, он считается анонимом. Дальше. User ID. Собственно, ID-шник от провайдера аутентификации. Не security token, а именно ID-шник. Ну, и другая расширенная информация. Это имя, возможно, email, возможно, аватарка, и так дальше, и так дальше. Планировщик. Очень классная штука. Классно, что здесь он есть. Он может выполнять любые скрипты. То есть, в случае Node.js, это вы просто пишете какую-то функцию, которая вызывается по расписанию. В случае .NET вы тоже наследуетесь от стандартного класса, который заставляет вас переопределить, грубо говоря, один метод executeJob, который к тому же возвращает таск. То есть, я могу на .NET спокойно писать асинхронные задачи для планировщика, что тоже хорошо. Эти задачи я потом могу запускать либо по расписанию, либо же ручками. И единственное, что время, которое эти задачи будут работать, и частота их запуска зависит от моего тарифного плана. Потому что, к сожалению, как бы красиво все это ни звучало, за это приходится платить деньги. Дальше. Source Control. Что хорошего в Source Control? Раньше, ну, опять же, во времена древних, в 2012 году, у нас была единая возможность редактировать наши скрипты в Azure Mobile Service. Как вы думаете, какая? Сейчас. Слишком жирно будет TFS. Окошко в браузере. Вот. Вот это было в 2012 году. Окошко в браузере. Там вы редактировали свои скрипты. Соответственно, если вы хотели, допустим, забэкапить ваш мобильный сервис, у вас было 10 таблиц. У каждой таблицы по 4 метода. Итого получается 40 скриптов. Открываем блокнотик. Значит, берем в одну руку Control-C, в другую Control-V и бэкапим наш мобильный сервис. Сейчас. Забудьте, кстати, про TFS. Да. Даже я не люблю TFS. Для меня есть вот Git и остальные системы Source Control. Значит, сейчас уже появилась возможность достучаться к моему мобильному сервису через Git-репозиторий. То есть, в Azure создается Git-репозиторий, в который я просто начинаю пушить свои изменения, и они сразу же деплоятся. Что важно? Этот Git-репозиторий ни в коем случае нельзя использовать как основной репозиторий для хранения кода. Ни в коем случае. То есть, у вас код хранится в Git отдельно, и просто другой ремоут используется для публикации здесь. Но, тем не менее, все равно очень удобно, особенно если настраивать какой-то Continuous Delivery. Просто прекрасная штука. И вы, собственно, можете получить доступ абсолютно ко всему. Кроме того, в случае .NET у вас даже есть возможность прямо там на сервере ресторить NuGet пакеты. В случае Node.js у вас есть возможность прямо там ресторить NPM пакеты. То есть, вот такие простые вещи, простые задачи, они уже реализованы все. Дальше. Диагностика, логирование, масштабирование. У нас есть ряд данных по диагностике. Там, например, количество API вызовов, количество устройств, которые подключились к нашему сервису, исходящий трафик. У нас есть консоль ошибок. Иногда это спасает. Почему? Потому что, так или иначе, у нас может быть такое, что вылетит какое-то необработанное исключение. Оно прилетит по факту куда? Оно прилетит на устройство пользователя. Далеко не факт, что пользователь об этом нам сообщит. Но, тем не менее, благодаря этой консоли ошибок, оно залогируется в облаке. Конечно же, у нас есть возможность автомаштабироваться для того, чтобы сэкономить деньги. У нас есть бесплатный тарифный план, как и для мобильных сервисов, так и для SQL базы данных. То есть, можно попробовать бесплатно. Первая доза бесплатна, дальше за день. Да, вот, собственно, относительно немножко тарифных планов. Сейчас, правда, там есть немножко еще другие варианты, но, тем не менее, чтобы получить общую информацию. Есть бесплатный тарифный план, который позволяет вам в месяц сделать полмиллиона обращений к API. Но, на самом деле, довольно неплохо. Единственная печаль, что, как и любой другой бесплатный тарифный план, у вас нету SLA. То есть, вы этот сервис, в случае бесплатного тарифного плана, получаете S-GIS. И если что-то пойдет не так, ну, к сожалению, вам только по сути. SLA есть только на платных тарифных планов. Значит, платные тарифные планы, они дают вам больших вопросов в месяц. Их можно масштабировать. Например, Basic, максимум до 6 юнитов. Каждый юнит имеет в месяц лимит в полтора миллиона запросов. И стандарт в 15 миллионов запросов, максимум 10 минут. В принципе, да. То есть, здесь Microsoft, конечно же, преследует идею горизонтального масштабирования. И они говорят, что у вас есть, во-первых, лимит полтора миллиона запросов, допустим, для Basic в месяц. То есть, если вы уже начинаете потихоньку переходить за этот лимит, чтобы ваш сервис продолжил работать, вам нужно поднять новый юнит. Это первое. Второе, собственно, да. Это относительно производительности. То есть, если у вас очень высоконагруженная система, то вам имеет смысл сразу создать несколько юнитов. Потому что они будут стоять просто за балансировщиком нагрузки и просто будут разделять более-менее в равной мере те запросы, которые приходят. Нету таких цифр. А знаете почему? Потому что у вас есть возможность управлять логикой работы скрипта. То есть, я могу там написать, например, средств лифт на 10 минут, и тогда вообще о чем мы с вами говорим. А могу вообще ничего не писать, сказать дефолтное поведение, взял, подбросил на базу данных, меня устраивает. Тогда это уже тоже совсем другая история. Поэтому эти цифры, они зависят от деталей. Ну, вам никто их не даст. Вы же понимаете? Я помню, когда-то обмежение было по кількости девайсов на месяц, которые могут запомещаться на безкоштовный. Было, по-моему, там 500 в месяц. Лишилось, да? Да, да. Ну, опять же, поскольку бесплатный тарифный план идет без SLA, то как бы мне не хотелось, я все равно не смогу использовать его в продаче. Значит, один юнит бейсика стоит, если не ошибаюсь, 15 долларов в месяц. Там уже, во-первых, есть SLA, во-вторых, уже есть намного больше запросов, и, в-третьих, снято от ограничения на количество устройств, которые могут подключаться в месяц. Ну, собственно, мы так или иначе плавно перешли к этому слайду, где я предлагаю задать вопросы, и пока вы думаете над вопросами, минутка рекламы. Я хочу сказать, что я на самом деле являюсь основателем Azure Community. У нас в Киеве, и оно уже потихоньку распространяется и на другие города. И хочу, собственно, всех, кому интересно так или иначе эта тема, пригласить просто к нам в группу на Facebook. Потому что мы проводим довольно много активностей, это и тренинги, и вебинары, и выступления на юзер-группах, например, вот как сейчас. И группа на Facebook сейчас является нашим основным информационным каналом. То есть мы туда в календарь постим все эти ивенты. Кроме того, люди там задают вопросы, мы им помогаем, отвечаем. Кроме того, просто общение на тему Azure. Так, на этом мой доклад окончен, и я жду ваших вопросов. Ну, только первый, потом куда-то. Первое вопрос. Если можно, можно, у меня есть какой-то сайт, и есть мобильные сервисы. Я бы хотел, чтобы у них одна была база данных. Это как-то можно... Элементарно. Это без проблем. Элементарно, почему? Потому что, опять же, SQL Azure база данных, которая поставляется в стандартные поставки с мобайл-сервисами, это все хорошо, но по сути, SQL Azure это отдельно стоящий сервис. Вы так или иначе создаете эту базу данных, к ней так или иначе у вас есть connection string. Нету никаких проблем в том, чтобы этот connection string отдать вашему сайту, чтобы он тоже работал с этой базой. Вообще никаких трудностей нет. Я думаю, что у меня таблощики в жерке базы, там не дизайнер. А там будут новые клонки, там created, отдай, дай, 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 дай. Ну, это зависит от того, как вы именно хотите интегрировать ваш сайт и ваши мобильные сервисы. То есть, если вы, давайте приведем, например, такой, скажем так, из жизни ситуацию. Допустим, у вас есть интернет-магазин. И вы хотите разработать мобильное приложение, которое позволит пользователю там как-то совершать заказы более комфортно в вашем интернет-магазине. Эта ситуация будет работать. Вы можете или же создать отдельно таблички в этой общей базе для мобильного приложения, или же подцепиться под те таблички, которые уже были созданы до вас. У вас есть возможность и так, и так работать. Просто мобайл-сервисы, вот то, что мы поговорили, там, таблички, поля, которые идут предварительно сконфигурированы, они создаются в новой таблице. Если таблица создается именно в мобайл-сервисе. Если таблицу создал кто-то другой, ну ок, мы будем работать по тем правилам, которые нам дал кто-то другой. То есть в этом нету никаких ограничений. Просто это чуть-чуть сложнее, но если это знать, то никаких трудностей оно не вызывает. Я могу привести вот пример, на самом деле, другого приложения, которое тоже построено на базе мобильных сервисов. Пользователям надо было бегать по городу, собирать кучу информации в виде отчетов, и постить их куда-то складывать на сервис. Пользователи бегали с мобильными телефонами, была установлена наша программа, она все прилетала на Azure Mobile Service, и там собиралась. Дальше администратору было необходимо все это смотреть. Ну там, супервайзеру. Для супервайзера был разработан портал, написанный полностью на HTML5, с которого он также подключался к мобайл-сервисам и смотрел эти данные. Почему бы и нет? Кроме того, сейчас у нас там есть дальнейшее развитие, это сделать публичный сайт, на который там часть этих данных тоже будет выгружаться. Все это прекрасно работает. Не было у нас никаких трудностей для реализации этого проекта. Вот молчал ягод. Синяя футболка. Я прошу прочитать, потому что у вас на самом деле выказанность участка и замужился в этой лаборатории клиента, который, поиск, по поводу, да? Да. А еще раз по секьюрити. Потому что, если у вас, это можно говорить, секьюрити-минивер, то есть, я другую юзию, я предправлю ссылать вопрос сервера и, так сказать, будет эксплойт для скайд-иджекшена, то есть, я могу взять данную другую юзию. Так что, заодно, вы пропоните бизнес-лайд, выкиньте вопрос? Нет. У вас есть возможность кастомизировать вот этот именно API. То есть, по умолчанию... Он может переквачивать реквесты, да? Да. По умолчанию он работает как? Вы получаете реквест, и он сразу транслируется в базу дан. Это режим работы по умолчанию, но... Но, опять же, у вас есть вариант предложить другой принцип работы по умолчанию? Ну, то есть, опять же, да? Это нужно управлять. Вот. Но, если вам это не подходит, да? Вы ищите соответствующую таблицу, да? Там, соответствующий API-метод, и пишете там такую логику, которая вам нужна... То есть, Microsoft по умолчанию предлагает... Ну, понимаете, это вот тоже. Я, например, когда устанавливаю себе там Visual Studio, и когда создаю новый проект на базе MVC, Microsoft мне по умолчанию предлагает использовать Bootstrap. А я не люблю Bootstrap. Ну, допустим. Вот что мне теперь сделать? Ну, я его удаляю и иду дальше. Отличный вопрос. Знаете, какая на самом деле самая большая целевая аудитория для Azure Mobile Services? Хакатоны и стартапы. Когда вам нужно быстро, вуаля, вуаля, и в продакшн... Да? Когда вам нужно быстро, вуаля, вуаля, и в продакшн... Вот. Как раз хакатоны и стартапы... Это решение подходит просто как нельзя лучше. Я могу на хакатоне за два дня... Какого на хакатоник? Да, как бы, что никто другой такого не сможет делать. Я ответил на ваш вопрос? Я просто хотел передать слово, да, вот... Тоже моему человеку. Можно купить его краму через индики или Аптон-пакет? Еще раз. Нодистикейшн хаб. Можно купить его краму через индики в том пакете? Нодистикейшн хаб это отдельно стоящий сервис. Вы можете с ним работать без мобайл-сервиса. Нодистикейшн хаб. Я не помню, но мы можем зайти на портал и посмотреть. Там есть бесплатный тарифный план, но он ограничен, чем-то ограничен. Я уже не помню все эти цены точно. А есть платные тарифные планы, но стоимость там, по-моему, вполне адекватная. То есть, если будет интересно, мы потом это посмотрим. Еще вопросы? Таня, ты тоже говоришь, что религийный, да? Легко. Все кроме политики. Я могу сравнивать только с одним сервисом. Это Amazon, по-моему, когнито называется. Знаете такой сервис? Нет? Хорошо, тогда я быстро попытаюсь ответить. У меня коротенько минут на 40. В чем идея? Amazon Когнито это сервис, который в среднем получается где-то на порядок дешевле, чем Azure Mobile Service. Но у него есть очень большой ряд ограничений. Первое. У него нету за собой полноценной SQL базы данных. У него Storage работает только по принципу K-Value Storage. То есть, если вам нужно писать, например, какую-то игру и сохранять сейвы пользователя в облаке, то, конечно, вам больше бы подошел Amazon Когнито. Потому что вот вы там, ключ это ID-шник, value это информация по сейву. Если вам надо какое-то более сложное, более сложное взаимодействие, то вполне возможно вам следует посмотреть сюда. Если сравнивать с другими сервисами, там, Pars и прочее, я о них слышал, но я с ними не работал. Но я догадываюсь, что какие-то отличия есть. Я думаю, что, может, если вы мне расскажите про Pars, то я попытаюсь сказать, чем он отличается от Mobile Service более детально. Ну, что